Итак, тема нашего вебинара – это использование сэкапитона в научной работе и несколько сразу замечаний общего характера. Итак, первое замечание общего характера является то, что если мы занимаемся с вами научной работой, ну, в полном смысле этого слова, без ограничений, то базовой нашей операционной системой, операционной платформой, на которой мы базируемся, конечно, является платформа UNIX. Вот этот момент, на котором, в общем, ну, скажем так, может быть, кто-нибудь со мной где-нибудь и подискутирует на эту тему, но, в общем-то, в науке это то, что мы отталкиваем семью на клиник с подобных систем, это факт является общепринятым, но спорить с этим, в общем, сложно. Однако надо иметь в виду несколько существенных моментов. Первый существенный момент означает, то есть он заключается в том, что мы пользуемся не столько даже операционной системой UNIX, сколько подходом, который называется UNIX-вейт. Вот. Подход этот заключается в том, что когда нам необходимо выполнить какой-либо вид работы, у нас имеется один общепринятый, отлаженный, заточенный именно для этого вида работы инструмент. Если нам нужно выполнить какой-то сложный вид работы, то мы, грубо говоря, не берем кухонный комбайн. Вот, знаете, разница между Windows и UNIX заключается в том, что Windows стремится создать нам кухонный комбайн, который бы выполнял бы все в одном. То есть все работы в одном флаконе. Залили все, что надо, потрясни хорошенько и будет вкусно. UNIX к этому не стремится. UNIX стремится, чтобы было правильно. То есть, что если нам нужно взбить там яичницу, то мы берем один, там, не знаю, венчик для взбивания. Потом нужно пожарить эту яичницу, берем сковородку. То есть каждый инструмент приспособлен для своего вида работы. Но, соответственно, Windows, это вот у нас, берем мультиварку, она же у нас и взбивает, она же и жает. На самом деле возникает соблазн пользоваться вот этим вот, ну, как сказать, удобным, вкусным, приятным, но, к сожалению, непригодным для научных целей инструментом. Понимаете, фокус в том, вот почему, если, допустим, мы занимаемся бухгалтерией, то для нас, может быть, Windows-овый подход будет и более целесообразным. Потому что бухгалтер не должен делать никакой отсебятины. Если бухгалтер начинает что-то выдумывать, то это очень большой вопрос, хорошо ли он поступает. Он должен делать так, как положено. А вот если мы заранее знаем, как положено и делаем, как положено, то Windows-овый подход, все в одном флаконе, будет нам, может быть, и более удобным. Но скажите, разве такой подход в научной работе правильным? Ведь в научной работе мы не знаем и не можем знать, как положено. В научной работе мы должны, наоборот, каждый вид работ, который мы делаем, выполнить наиболее подходящим, наиболее точным способом. А для этой цели инвекционный подход является безальтернативой. На самом деле, вопреки распространенному мнению, этот подход возможен и на Windows. Но, к сожалению, на Windows он сопряжен с целым рядом неудобств. Заключая разговор об операционных системах, так как нашей основной целью является все-таки Python, который в полной мере, кстати, реализует именно Unix. То есть это необходимо нам для понимания того, что я вам буду дальше сейчас показывать. Python сам по себе является средством кроссплатформенным. Он может работать и на Unix, и на Windows. В общем-то, примерно с одинаковым успехом. Я бы даже сказал, совсем с одинаковым. Различие возникает тогда, когда нам нужно, кроме Python, использовать какие-то еще инструменты, но должен обратить внимание, что и в этом случае различия не очень значительные, но подход UnixWay остается для нас во главе угла. С другой стороны, есть один технический момент. Если вы все-таки, а я вам это настоятельно рекомендую сделать, все-таки решили воспользоваться операционной системой Unix, то первый момент, несколько советов практического характера. Во-первых, когда речь идет о Unix-подобных системах, естественно, в первую очередь говорят о системе Linux, по той причине, что эта система из всех Unix-подобных систем наиболее доступна. На самом деле, пользоваться ли Linux или какой-либо другой операционной системой, это не такой принципиальный вопрос, можно как угодно, но я рекомендую использовать именно Linux, потому как, а зачем копию ломать? Значит, это первый момент. Второй момент касается того, какой именно из дистрибутивов Linux выбрать. Я настоятельно рекомендую выбрать вот этот. kubuntu.org. Вот он. Единственное, что, вот здесь вот основной версией на данный момент является 1504. Если вы хотите использовать его прямо сейчас, я бы посоветовал вам использовать не 1504, а предыдущую версию 14.10. Вот, потому что эта версия, она имеет 1504, она имеет ряд нововведений, эти нововведения еще не очень хорошо протестированы. Поэтому рекомендую вот эту вот версию. Значит, вот эта версия kubuntu, она является наиболее такой удобной, доступной, хорошей. Это первый момент. Второй момент. Мы с вами отлично отдаем себе отчет, что устанавливать новую операционную систему сразу на свой основной рабочий компьютер делает чрезвычайно сложно и стрёмно. Поэтому для этой цели я советую воспользоваться системой виртуальных машин, которая называется Oracle VirtualBox. Вот Oracle. VirtualBox. Выглядит она вот так, как вы сейчас видите на экране. Соответственно, скачать ее можно вот отсюда. Сайт называется virtualbox.org. Пожалуйста, вот он. Вот она, значит, соответственно, скачивается. Это является свободным программным обеспечением, что Linux, что VirtualBox, пожалуйста. Значит, и можете при помощи него на первое время освоиться с системой Linux при помощи вот этой вот подсистемы. Ну, а в дальнейшем, когда освоитесь, поставите ее в качестве основного. Обычно практика показывает, что срок этот лет занимает больше месяца. Ну, и, наконец, последнее замечание, собственно, первое, и оно же и последнее, что, в принципе, этот подход можно использовать и на Windows. То есть ставить именно Linux желательно, но не обязательно. Итак, разговор об операционных системах на этом мы закончили. Я постараюсь вам часть работ показать именно под управлением системы. Linux, если получится, но если нет, то нет. Это, в общем, вопрос не существует. Поскольку Python, он, в общем, именно не Unix, но Unix-V. Ну, несколько слов про язык Python вообще. Основной сайт языка Python, вот он, называется Python.org. Отсюда же его можно скачать. Единственное, что при скачивании этой версии, пожалуйста, будьте внимательны, выберите ту версию, которая соответствует вашей операционной системе. Если вы работаете, ну, вот, собственно, Python 3.4, текущей версией Python является версия 3.4, вот эта. Без особой необходимости версию 2.7 использовать не стоит. Но иногда бывает такая необходимость. Соответственно, мы бы выбираем нужную версию. Только, господа, единственное, что, пожалуйста, сейчас не спешите скачивать и устанавливать эту версию, потому что я сейчас еще несколько слов на это скажу. Значит, соответственно, если мы работаем под управлением Unix-систем, то скачивать ничего не надо. Да, Python в Unix-системах, в том числе и в Linux, входит в комплект поставки. Все находится уже там. Вот. А в случае с Windows, пожалуйста, вот версия для 64-разрядных систем, вот версия для 32-разрядных систем. Посмотреть, какая система у нас, можно вот здесь. Берем свойства компьютера и смотрим. Значит, в данном случае мы имеем дело с 64-разрядной системой. Далее. Сам по себе язык Python представляет собой интерпретируемый язык программирования. Соответственно, все преимущества, ну и, к сожалению, недостатки интерпретации мы имеем на лицо. Но, пожалуй, важнейшее преимущество, которое мы используем именно в научной работе на Python, это преимущество, которое, скажем, преимущество возможности метапрограммирования. Это преимущество, которое позволяет писать программу, которая в какой-то мере модифицирует или адаптирует сама себя. В научной работе такая возможность весьма востребована, хотя, должен сказать, что это скорее инструмент, ну, скажем так, это инструмент того, что называется computer science. Наиболее востребованность этого возникает при программировании системы документа оборота, а также иных системы поддержки принятия решений. Ну, я сейчас про систему поддержки принятия решений говорить не буду. Это тема другого разговора. Ну, возможно, он тоже будет выложен у нас на сайте, но сейчас пока открою. Кроме... Это, собственно, базовая часть. К интерпретатору Питона прилагается ряд пакетов специально научного назначения. Вот давайте я сейчас выпишу ряд дополнительных модулей научного назначения, которые в первую очередь применяются с языком Питона. Вот сейчас возьму блокнот и выпишу. Сейчас я его сделаю попрямее, быстренько. Ну, вот хотя бы так. Нормально так буквы видно? Итак, господа, первая группа пакетов научного назначения, общей научного назначения, которые используются на языке Питона, это группа пакетов, которая состоит из следующего. Это пакет нулпай, пакет сцепай и пакет, который называется мат-плот-ли. Значит, как видно из названия, это пакеты, предназначенные для расчетов и построения графиков. Соответственно, пакет нулпай выполняет расчеты с массивами чипсов. Пакет сцепай главным образом он предназначен для решения разного рода сложных уравнений. Например, там можно решать стандартное дифференциальное уравнение и нестандартное дифференциальное уравнение. Он является как бы таким дополнением к пакету нулпай. Ну и, наконец, пакет мат-плот-ли предназначен для визуализации полученных результатов. Сейчас я вам покажу эти пакеты в действии, но я просто сначала их перечислю, чтобы было понятно как бы некоторая моя дальнейшая манипуляция. Вот. И следующий весьма важный пакет, который называется симпай. Это пакет, предназначенный для символьных вычислений. Ну, как бы для систем компьютерной алгебры. То есть он позволяет выполнять вычисления и не в числовом, а в символьном виде. Вот здесь я должен сделать одно очень важное замечание. Наверняка многие из вас пользовались системой, которая называется MatCat. и различными, вот так вот она называется, MatCat, по-моему, так, если не ошибается. Вот так. Вот. Или MatCat. Постоянно забываю, как она правильно пишется. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, что MatPlotLip пишется без буквы H. MatPlotLip, а не MatPlotLip. Так вот, господа. Пакет MatCat, он, в общем-то, стал одним из стандартных для вот именно того круга задач, который я сейчас описал. Единственное, что он сам по себе не предназначен для символьных вычислений, но для этого есть другой пакет, который называется MatCat. Вот так, по-моему. Здесь ситуация такая. Иногда нужно услышать так, что питоновские средства, работая с математикой, вот там с числовыми массивами, и уже с ними, лучше, чем пакет MatCat. Знаете, я с этим не согласен, и вот почему. Дело в том, что на самом деле нет никакой альтернативы между питоновскими средствами и MatCat. Когда начал формироваться пакет MatCat, MatCat, MatCat и MatCat, был уже настолько хорошо наработан, что отказываться от него было нецелесообразно. По этой причине разработчики питоновских пакетов поставили заранее себе задачу, чтобы как можно более точно воспроизвести те достижения, которые были сделаны на MatCat. В чем они в первую очередь MatCat рассматривали. Поэтому, на самом деле, работая с пакетом MatCat.ly, мы фактически пользуемся всем, что есть в MatCat. Практически он воспроизведен максимально близко к оригиналу. Но кроме этого, надо иметь в виду, что питон – это все-таки язык программирования. Поэтому, помимо возможностей MatCat, там есть еще и, естественно, возможности, которых там не было предусмотрено. В частности, например, программа, написанная при помощи пакета MatPlot.ly, может быть встроена в веб-сайт и работать как неотъемлемая часть сайта и показывать визуализацию на лету. Чего MatCat, разумеется, не может делать, поскольку он для этого не был изначально предназначен. Но давайте теперь посмотрим некоторые вещи на практике, как они делаются. И самый простой способ установить питон. Сейчас, господа, я прошу прощения. Немножечко перемудрил. Не понял. А, ну вот. Итак, господа, самый простой способ, как можно установить питон с полным пакетом научной разработки, это воспользоваться специальным дистрибутиком, который называется питон-анакомида. Найти его проще всего, набрав в поисковике слова питон-анакомида первая же ссылка выведет нас на сайт, который называется continuum.io. И вот здесь имеется дистрибутив питона, который предназначен именно конкретно для научной работы. То есть, имея в наличии вот этот дистрибутив, ничего другого, собственно, можно дополнительно не устанавливать. Ну, или почти ничего. Обратите, пожалуйста, при установке, опять-таки, обратите, пожалуйста, внимание на версию операционной системы, на версию питона. Это должна быть версия 3.4. Ну, графический инсталлятор на графическом инсталляторе. Давайте посмотрим, как это работает. Где-то у меня анаконда. Вот я версию анаконда только что установил. В научной работе важное отличие применения питона для научной работы от применения его для иных целей, это то, что в научной работе питон обычно используется в интерактивном режиме. Это можно сделать при помощи специальной программы и питон, которая в анаконде входит в комплект поставки. Можно его запустить просто вот обычно, как мы запускаем из командной строки. Вот сейчас он чуть-чуть пошуршит и запустится. Значит, и дальше выполнить нужные нам команды просто руками. Ну, например. Извините. NumPy asnp. Ну, вот у нас импортировался пакет NumPy. Господа, я специально сейчас не делаю шрифт крупнее, потому что то, что я сейчас показываю способ базовый, но не самый лучший. Ну, дальше можно, например, написать так. x равно np orange 100 извините, 100 100 Так, что-то я немножечко тут опечатался. Или вот так. все время забываю, сколько r в слове orange. И как видите, мы с вами... А почему 0? Почему 1 элемент? Давайте посмотрим описание. Как у нас выглядит функция NumPy orange. Сейчас увидите, что она нам сделает. Вообще-то она должна нам выставить выставить табличку числа. Start, stop, step. А, понятно, в чем дело. Вот. Посмотрите, она сделала нам табличку x-ов от 0 до 100 с шагом 0,1. Вот. Если я теперь захочу вычислить, например, построить график функции синус. Я могу, например, написать так. y равно NP точка синус от x. С большой. Посмотрите, пожалуйста, y у меня теперь представляет собой значение функции синус. А как теперь построить график? Ну, например, это можно сделать так. Import matplotlib pipelot splt а сейчас он импортируется. Господа, пусть вас не смущает, что он сейчас выполняет этот импорт довольно долго. Для интерпретированных языков выполнять долго выполнять операцию импорта в первый раз это норма. Во второй раз он уже не будет выполнять так долго. Но сейчас вы это тоже увидите. plt точка plot x, y вот она нам сказала, что она выполнила отрисовку. Теперь давайте попробуем на нее посмотреть. Вот, пожалуйста, как вы видите, график, ну, естественно, координат, масштаб подобран системой автоматически. Может быть, это не самый тот вариант, который нам сейчас полезен. Но система matplotlib позволяет нам масштаб указать по нашему усмотрению. То есть мы не обязаны естественно смиряться с тем вариантом, который она дала. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь интерактивный также есть и просмотр. Мы можем этот график посмотреть интересующую нас часть, можем его уменьшить. Вот, пожалуйста, я уменьшаю. Левая кнопочка мыши его увеличивает, правая уменьшает. То есть если нам нужно просмотреть график в деталях, то, пожалуйста, вот мы это можем сделать. Вот. Но работать в такой командной строке вариант не самый удобный. Для этого есть способ получше. И вы его только что видели. Чаще всего используется вот этот вариант и питон ноутбук. Давайте посмотрим, как он работает. Попробуем выполнить похожую задачу, но при помощи пакета и питон ноутбук. Он берет и питон ноутбук, запускает нам нашу подсистему в каком-нибудь привычном нам браузере. К сожалению, господа, вот сейчас я запустил эту программу не очень удачным способом, потому что на Windows, ну, хотя, почему бы и нет, в принципе, это не принципиально, но тем не менее, это, в общем, вполне работоспособный вариант, надо только что сделать. Сейчас, извините, секундочку. Вот, надо создать только папку new folder, да, ну, давайте, где он тут этот новый folder, а что он не создался-то? Или создался, я его не вижу. Сейчас найдем. New folder, а, вот. Ну, собственно, можно его, вот его можно переименовать, допустим, work, ой, я его кремом переименовал, да? Знаете, переименен, нормально. Открываем, и вот здесь теперь мы можем создать новую записную книжку, то есть элементом работы является записная книжка новая. Вот мы создаем новую записную книжку на питоне 3, ну, это понятно, у нас же питон 3. а теперь начинаем работать следующим образом. Давайте я сейчас повторю примерно те же действия, которые я делал там. Значит, import numpy snp, ну, кстати, можно сделать покрупнее, шариф, да? Только запускать надо вот здесь, да? Import import matplotlib . pipelot splt тоже стартуем. Ну, а дальше смотрите, x равно np orange ну, допустим, от 0 до там 10 с шагом 0, ну, скажем, 2 десятка. Давайте не будем жать лучше. Кстати, если нам интересует, чему равно x, то мы нажимаем просто x и делаем запуск. То есть в этом плане notebook работает примерно так же, как работает matcard. y равен np sin x Ну, чтобы было поинтереснее, скажем, sin x, что там нам получше взять? Ну, допустим, sin x квадрат. Да? Соответственно, y у нас получится равный ну, вот чему-то тут интересно. z равно ну, скажем, z у нас будет равно единица плюс 2 умножить на там, что, логарифм np точка log от y в квадрате. там отрицательные числа с логарифмом могут быть сложности, да? Запускаем. Что-то она там сказала. А, понятно, деление на 0 где-то появилось. А где там может быть деление на 0? А, ну, понятно, почему. Вот оно деление на 0, да? Ну, давайте какую-нибудь другую формулу возьмем. Кстати, при желании можно, вот смотрите, как и в маткаде, вернуться к предыдущему шагу и попробовать повторить результат с каким-то исправлением. посмотрим, чему у нас равно z. Ну, вот чему-то оно равно. Теперь построим график. plt plot x y 1 plt точка plot x z 2 plt точка show Ну, и вот, ну, естественно, у нас график получился кривоватый, причем он? Ну, потому что шаг слишком маленький, да? От 1 до 10, 0,1 все-таки немножечко кривовато. Шаг, конечно, надо было взять побольше. Но, тем не менее, как вы видите, шаг у нас вполне получился. Давайте теперь попробуем прямо здесь же нарисовать еще один график. Вот я специально сделаю, чтобы были видны два окна одновременно. Давайте попробуем. x равно. Обратите внимание, что я ту же самую переменную x могу использовать повторно. Естественно, старое значение будет уже недоступным, но на графике она останется как есть. np оранж 0,10 0,001 y равен, ну, скажем, чему он у нас там может быть равен, np косинус 2 умножить на x, ну, 2x хватит. Вот, хватит с этой формулой. И попробуем ее нарисовать. И посмотрим, что у нас будет. plt show. Ну, что-то у нас ничего не происходит, хотя это странно. А, вот. Просто она, к сожалению, в режиме ноутбука не показывает две фигуры одновременно, то есть надо все фигуры вывести сперва, а потом их показать. Но, в принципе, вот это, пожалуй, единственное, почему режим командные строки используется. Там она показала бы сразу оба графика на место. Но, как видите, мы взяли шаг поменьше и получили график более чистый. Но это еще не все. Наверное, вот возможности рисования произвольных графиков это вопрос очень важный. Почему? Потому что обратите, пожалуйста, внимание, что важное отличие Python, пожалуй, от Matcada заключается в том, что исходные графики для исходные данные для графиков Python может брать из любых источников. Не только из специально подготовленных, вернее, Matcada тоже может брать из любых источников, но там это сложно, потому что эта система все-таки не предназначена для полноценного, полнообъемного программирования. А в Python никто нам не запрещает, например, строить такие графики на основе данных, непосредственно скачанных из интернета. Вот, например, посмотрите. Если мы залезем на сайт, ну, например, на тот же Яндекс, то здесь у нас, помимо прочего, есть история курсов валют. Вот где она? Вот она. Вот смотрите. Ну, здесь, конечно, график построен уже за нас, но ведь нас же не всегда интересует такое простое примыление на график. Вот здесь вот есть история курсов. То есть, в принципе, мы можем эту историю курсов отсюда или из какого-нибудь иного источника скачать, а дальше выполнять с ней те манипуляции, какие нам нужны. Высчитать, например, средний курс, там, ну, тренды различного вида, соответственно, посчитать тенденции, там, отклонения, ну, в общем, все, что нам надо. Причем, обратите внимание, в отличие от других пакетов, Python позволяет это делать практически в режиме реального времени. То есть, на сайте данные изменились, ну, Python, разумеется, интернет есть интернет, мы не можем по интернету сразу же все пересчитать. Но, скажем, всякий раз, когда нам надо строить график и там, вычислять сведения, по самым срежим данным. На Python это, в общем, вполне решается. Только, конечно, не в интерактивном режиме, а для этой цели надо будет написать обычную программу. Вот это, пожалуй, самое важное преимущество, которое мы здесь имеем. Поэтому те сайты, которые пользуются Python для этой цели, а их все больше и больше становятся, там обычно графики как гирлянды, цветут и диаграмм. Давайте, заканчивая разговор о пакете Матплотник, ну, потому что я, собственно, самую важную вещь про него сказал. Давайте сейчас просто залезем на сайт, где этот пакет описан и посмотрим, какие у него есть возможности. Вот здесь вот есть специальная галерея. Вот она. И здесь показано, какого вида графики он может делать. Вот давайте посмотрим. Ну, вот первая серия это простые диаграммы. Вот, пожалуйста, простая столбчатая диаграмма. Ну, из области экономики, наверное, вот здесь. Ну, это диаграмма с маркерами, к сожалению, примерно не очень выразительная. Давайте посмотрим дальше. Вот это очень популярная в экономике диаграмма типа японских свечей. считается, что графики типа японских свечей умеют предсказывать ну, такие резкие движения на бирже, типа там панику на бирже, там резкие кризисы и так далее. Я не специалист в экономике, поэтому не могу сказать, насколько это правда, но во всяком случае такой тип графики весьма востребован среди экономистов. Вот график более привычного для нас вида, то есть график кривой с разбросом. Вот для этой цели, как видите, есть функция PLT-R-R-B, которой тоже можно в этой ситуации воспользоваться. очень интересный вот этот вид диаграмм. Это диаграмма потоков. Опять-таки, в науках о Земле очень популярна диаграмма потоков. Допустим, они позволяют нам показывать морские течения, скажем, направление ветров и так далее. На основании данных стандартного вида с метеостанцией мы можем построить такого вида график. Значит, соответственно, график типа розоветров. Он называется типа розоветров. На самом деле он может использоваться для самых различных целей. В основном он используется по прямому назначению как розоветров, а также для анализа сбалансированности экономических структур. То есть если он не выделяется, не выдается ни в такую конкретную сторону, значит, структура считается с балансами. Более привычная для физиков графика. Я хотел бы здесь показать график, и сейчас я попробую его найти. Должен быть здесь график, который показывает структуру изолинии. Я его здесь... О, вот. Пожалуйста. Вот это вот изопарамет... То, что называется изолиния. Хочу обратить ваше внимание, что исходными данными для графиков в изолиниях являются... Мы не должны сами строить эти изолинии. Пакет Matplotlib позволяет нам по сетке значений эти изолинии рассчитать. То есть на самом деле для того, чтобы получить такой график, ну, если это, например, горизонтально на географической карте, нужно подставить ей не формулы этих изолинии, а координаты высот над уровнем моря. И горизонтали будут рассчитаны пакетом Matplotlib. При этом можно непосредственно нарисовать эти горизонтали, ну, вот как это сделано сейчас. А можно получить эти горизонтали в виде питоновского объекта, проанализировать, подправить, ну, и нарисовать в исправленном виде. Вот, пожалуйста, здесь предоставлена такая возможность. Соответственно, этот же вариант, если мы горизонтали получаем и замене получаем в виде питоновских объектов, то, соответственно, они могут быть испонсорены для поиска узловых точек на поверхности. Ну, допустим, сегловидная точка, экстремум и так далее. Как вы понимаете, по изолиниям они находятся достаточно просто. Ну, пожалуй, вот здесь можно было бы посмотреть еще различные возможности пакетом от Plotlib, но, пожалуй, самое важное для научных целей я здесь показал. Остальное вы вот можете посмотреть на этом сайте, поискать сами. Ну, пожалуй, вот самое на что следовало бы обратить внимание. А я вам сейчас покажу еще один пакет, который является, собственно, SimPy, пакет символов вычислений. Ну, и мы сейчас попробуем решить на нем несколько типовых задач. Так, сейчас, одну секундочку, буквально. Вот. Давайте попробуем это сделать. Вот мы, значит, импортировали этот пакет. Ну, чтобы нам было удобнее работать, можно... Так, а вот это я что-то не очень понял. Так, господа, давайте вот что сейчас делаем. Давайте перезапустим эту записную книжку, чтобы нам было удобнее работать в дальнейшем. Вот ее ноутбук. Потому что я там, видимо, где-то напортачил, он в результате подвисать стал. Давайте ее запустим снова. Сейчас, одну секундочку. Вообще-то писать звездочку после слова импорт, как я, ну, возможно, вы от меня слышали или от кого-то другого, что это вообще-то неправильно. Но в данном случае это допустимо, потому что этот текст мы нигде не собираемся сохранять в дальнейшем. То есть этот текст у нас останется несохранением. Поэтому в данном случае это можно. Так, сейчас, одну секундочку, я гляну к себе в записную книжку, потому что, к сожалению, не всегда мне приходится, ну, не так часто конкретно мне приходится с сильными вычислениями работать, поэтому кое-что пришлось записать. Вот. По-моему, должно быть так. Нет, неправильно. Сейчас, господа, я прошу прощения, есть просто один важный момент, который мне не хотелось бы оставлять оставлять в воздухе по-висшим. Поэтому я... А, вот. Это функция, которая... Сейчас она должна нам что-то сказать. Что-то в долг. Вот. Отлично. Вот теперь она позволит нам с символьными вычислениями работать более комфортно. Итак. х, запятая у, запятая z равно символс х пробел у пробел z выполнили. Х, и у нас теперь стали свободными переменными. Вот смотрите. x у нас стал свободным переменем. Теперь. f равно. Ну, допустим, 2 умножить на x плюс y. чему у нас равно f? Как видите, формула выдана нам в приличном виде. f равно f умножить на x. Чему будет равно f? ну, очевидно, да, то есть мы вычисляем это в символе. Но давайте раскроем скобки. f равно expand от f. Какой результат? Ну, соответственно, можно выполнить и обратную задачу. Можно попробовать вынести x за скобки. Фактор f. Вот, как видите, наоборот, теперь x за скобки вынес. Ну, само собой разумеется, что, конечно же, она постарается, ну, я сейчас немножечко этот прием сделал искусственным, но она постарается по-честному выполнить вынести вынесение за скобки. Давайте теперь посмотрим, что-нибудь более интересное. А если так? Я думаю, вы догадываетесь, чему это выражение будет равно. Догадываетесь? То есть, это вычисление, как видите, частной производной. Ну, а если div f запятая y, то это, соответственно, частная производная по y. Что-то она долго считается. Хотя это и странно, потому что она, по идее, посчитаться должна быть. ну вот. А почему x? А, ну правильно, да, частная производная по имени действительно равна x. Вот. Соответственно, есть возможность посчитать и наоборот. Да? Давайте попробуем. чему это будет равно. Ну, единственное, что, конечно же, она должна была бы по-хорошему написать плюс константа, но это подразумевается, что уже наша проблема. Вот. Соответственно, при наличии возможности, да, значит, она кроме неопределенных может считать и определенный интеграл. Давайте попробуем. f, запятая x, запятая минус 1, ну, допустим, 2, запятая 3. Сейчас она сделает попытку посчитать определенный интеграл. Не факт, правда, что у нее это получится, но, по крайней мере, она попробует. Естественно, определенный интеграл должен получиться зависящим от имбрика. Да, ну вот, у нее на сей раз это получилось. Обратите, пожалуйста, внимание на один весьма любопытный факт. Правда, вот на этой конкретной функции его не удастся получить, но давайте попробуем на другой. Скажем, ну, например, w равно экспонента от x. Ну, давайте не буду про простейший вариант говорить. Ну, соответственно, w это у нас е в степени x. Ну, это, конечно, шутка, вы понимаете, но кто бы сомневался. Но, ну, допустим, минус 1 запятая 0. Ну, чему-то сейчас это будет равно, да, это понятно. Но обратите, пожалуйста, внимание на одну очень важную возможность. пакет matplotlib позволяет вычислять и не собственные интегралы, вот то, что мы сейчас с вами наблюдаем. Он позволяет вычислять несобственные интегралы, как в пределах от минус бесконечности до бесконечности. Вот вам, пожалуйста, результат. Так он может вычислять и несобственные интегралы, включающие точки разрыва второго рода. К сожалению, несобственные интегралы в точках разрыва второго рода считаются крайне неэффективны, но matplotlib, вернее, simpye, пожалуй, один из лучших инструментов, которые все же позволяют это посчитать. Естественно, он требует некоторых дополнительных усилий, дополнительной работы, но тем не менее. Все-таки, по крайней мере, это такой хороший вариант действия. Соответственно, может, он умеет решать различного рода уравнения. Например, если мы попробуем решить квадратные уравнения. Например, r равно x в квадрате минус 5 умножить на x плюс 6. ну, соответственно, r у нас будет равно, ну, понятно, чему. А вот если мы попробуем его решить относительно x, то вполне возможно, что мы сейчас получим решение. Вот, пожалуйста, 2, 3. Обратите, пожалуйста, но это как бы простейшее уравнение, с ним, в общем, ничего особо интересного нет. А давайте попробуем уравнение чуть-чуть похитрее. Пусть у нас r1 равно x умножить x квадрат минус 2. Вот. Это уравнение, оно разрешимо в радикалах, то есть оно не имеет целых решений, но оно разрешимо в радикалах. Давайте попробуем его решить. Посмотрим, что у нас получится. Ну, естественно, с этим придется немножечко подождать, но я надеюсь, что она справится с этой задачей. вот, то есть если ему удалось выполнить решение в радикалах, то он, как видите, выдает решение в радикалах. точно так же здесь имеются различные средства для матричной алгебры. Точно так же пакет NumPy выполняет матричное вычисление в числовом виде, выполняет все, что нужно, обращение матрицы, решение систем линейных поравнений методом Гаусса, поиск собственных значений, но там он делает это в числовом виде. А пакет NumPy там, где это возможно, делает эти вычисления в символном виде, то есть, соответственно, если матрица разрешена в радикалах, он ее разрешает в радикалах. Если нет, то переходит в числовом решении. Также умеет работать и со специальными функциями различного вида, то есть, например, с функциями бейселя, ну и рядом других вариантов. Вот. Господа, вот, пожалуй, такой базовый набор пакетов, которые в питоне используются для различных научных целей. Если в питоне есть еще целый ряд специализированных пакетов, которые решают, например, умеют рассчитывать химические формулы органических сэндемий. Скажем, умеют, есть стандартный пакет, который составляет описание биологических видов. То есть, их можно поискать вообще, где вообще смотреть питоновские пакеты. Для этого нужно залезть на сайт, который называется pipiton.org. И вот здесь у нас имеется в наличии весьма большое количество различного рода, различного качества пакетов, которые надо здесь поискать и с большой вероятностью можно что-то найти. Должен обратить особое внимание, что среди питоновских пакетов имеется огромное количество пакетов, предназначенных для построения геоинформационных систем. Они находятся по ключевому слову geospatial. Они занимаются картографией, рассчитывают разного рода картографические проекции, строят карты, вычисляют данные, стандартные, нестандартные, ну, в общем, много их. Я даже сейчас не буду особенно подробно рассказывать про геоинформационные системы. Должен сказать, что если вы занимаетесь или забираетесь заниматься геоинформационными системами, а я буду очень удивлен, если у вас никогда не встанет такой задача в вашей работе, потому что сейчас почти любая научная работа нет-нет, да и сталкивается с геоинформационными системами, то питон является для этих систем средством общепринятым. Практически все системы подобного рода пользуются питоном в той или иной мире. Ну, наверное, существуют и такие, которые не пользуются, но это определенные исключения из правил. Также, господа, давайте так, если есть какие-то вопросы, я сейчас постараюсь на них ответить, а потом расскажу кое-что еще. Пожалуйста, я, к сожалению, плохо слышу, что вы говорите, поэтому у меня большая просьба вопроса написать в чат. Ну, если сейчас вопросов нет, а если есть, то пишите, несмотря на то, что я продолжаю говорить. Я хотел бы обратить внимание на еще один очень важный сопутствующий питонный инструмент научной работы, а именно это система управления базами данных в научной работе они идут рука об руку. Система управления базой данных под ГРСКОИ это, пожалуй, единственная, насчет единственной, это, конечно, я слишком смело утверждаю, но я скажу так, единственная из распространенных базы данных, которая является свободной, то есть ее можно свободно для любых целей скачал и использовал и при этом полнообъемной. Обратите внимание, что популярная в широких кругах база данных МАЭСКОИ, она хотя и свободная, но она не полнообъемная, она имеет урезанный набор возможностей. А вот ПАЭСКОИ имеет полный набор возможностей, которые я применительно к нашей задаче хотел бы упомянуть, во-первых, по прямому назначению. То есть вот, пожалуйста, работает и под Linux, и под Windows. То есть как видите, UnixWay он работает в данном случае под Windows полный времени. хотел бы обратить внимание вот что. Что в нашем с вами случае для научной работы ПАЭСКОИ, во-первых, используется по прямому назначению, как хранилища данных. Но в этом смысле он от других СУБД ничем не отличается. Чем он хорош в нашем случае? Хорош он тремя вещами. Первое. Для ПАЭСКОИ легко, не только можно, но и легко писать модули расширения на языке ПИТО. В частности. Но в первую очередь конечно нас интересует ПИТО. Так вот, господа, интересен следующий факт. Если наша работа связана с обработкой большого количества данных, то в целом в ряде случаев некоторые виды обработки этих данных нам целесообразно выполнять не средствами программы на клиентской стороне, а целесообразно их выполнять средствами сервера. Так вот, в этом случае перед нами встает вопрос, а как же нам организовать тонкую обработку данных, то есть с учетом различного рода нюансов на стороне сервера. Так вот, PostgreSQL позволяет использовать для этой цели программу на языке ПИТО со всеми ее возможностями. В частности, например, можно сделать так, что по мере поступления данных сама СУБД средствами нашей ПИТОНовской программы будет подготавливать их визуализацию. Если график какой-то очень сложный, он может рисоваться долго. Так вот, можно, оказывается, заставить PostgreSQL средствами программы при помощи ПИТОНовского модуля заранее подготовить нам график данных, чтобы потом мы могли увидеть уже готовый график. А данные, естественно, лежат в базе данных. Итак, первая возможность, это возможность написания модуля расширения на ПИТОН. Вторая возможность, ну, давайте я прям по документации покажу эту вторую возможность, которая очень важна в данном случае. к сожалению, я не могу найти, но ладно, давайте я расскажу, искать сейчас не буду, это вот здесь вот описано. Вторая важная возможность PostgreSQL особенно важна для тех, кто имеет дело с информационно поискованной системой. Это единственное на сегодняшний день, ну, не считая Oracle, который очень дорог, но из тех баз данных, которые доступны по цене, это единственное СУБД, которое имеет из коробки средства организации полнотекстового поиска. Обратите, пожалуйста, внимание, что делать полнотекстовый поиск средствами чистой языка ПИТОН, как правило, нецелесообразно, потому что полнотекстовый поиск, он на то и поиск, что он сопряжался с обработкой больших массивов данных. А большие массивы данных это система управления базами, данных. Ну, кстати, вот, еще-еще, а они-то ведь у нас перед глазами. Вот они, система полнотекстового поиска, которая здесь дана. Господа, должен обратить внимание, что здесь, конечно, приведен пример на основе английского языка. Так вот, на основе английского языка многие СУБД умеют делать полнотекстовый поиск. ПОСГРСКОЕЛ умеют их делать на основе любого, во всяком случае, русского языка точно. Ну, не любого, конечно, но очень большого спектра языков. На всех европейских языках, ну, и на многих неевропейских, например, на арабском, персидском, китайском и так далее. Вот. Ну, и как бы русский, само собой. Правда, должен обратить внимание, что корректно настроить полнотекстовый поиск на Windows в ПОСГРСКОЕЛ может быть не очень легко, но на Unix он работает без проблем. Но на Windows, тем не менее, тоже работает, хотя есть некоторые сложности. И, наконец, третий момент, который я хотел бы обратить внимание применительно в ПОСГРСКОЕЛ, это большое количество стандартных модулей расширения. К сожалению, эта документация по ПОСГРСКОЕЛ стоит как таковая, поэтому здесь я вынужден ограничиться словами. Это модуль расширения, который называется POSTGIS. Вот так. POSTGIS. Который специально предназначен предназначен для построения различного рода геоинформационных систем, но не только. Он также может быть использован для работы с любыми пространственно ориентированными данными. Например, он может построить там, скажем, при помощи функции этого модуля, можно построить там карту распределения давления, например. И так далее. То есть, понятие GIS, он сюда все это включается. Очень важен тот факт, что POSTGIS на сегодняшний день является единственным из широко распространенных, подчеркну, пакетов деоинформационных систем, но таких отдельных. Мы не берем пакеты, которые специально предназначены для GIS, например, там ART, GIS, там и многие. С ними все понятно, они хорошие. Но, кстати, они тоже на питоне работают. А POSTGIS это единственная система, которая сама по себе не является исключительно предназначенной для деоинформационных систем, то есть система общего назначения. Но вместе с тем она полностью соответствует стандартам деоинформационных систем. Поэтому, если вы хотите построить полностью свою собственную систему деоинформационную, то я настоятельно рекомендую обратить внимание на сочетание POSTGIS плюс PITON, а если вы выполняете работу, в которой деоинформационная часть является лишь небольшой частью, то есть основная работа лежит где-то в другой области, и какая-то небольшая часть требует вот картограф, картографической визуализации, то, по моему мнению, POSTGIS и PITON являются вообще безальтернативным вариантом в этом случае. То есть альтернатив много, и они есть неплохие в случае, если PITON для вас основная работа, но если не основная, то я тогда альтернатив знаю, но они не очень доступны. Господа, на самом деле я, пожалуй, на этом ограничусь, хотя, конечно, тут можно рассказывать очень долго, но я думаю, что некоторую такую основную ориентировку я сумел дать. если у вас есть какие-нибудь вопросы, я постараюсь на них ответить. К сожалению, я оставил за кадром вопрос, касающийся использования PITON для гуманитарных дисциплин, но к сожалению такая возможность существует и их немало, но здесь я должен в первую очередь обратить внимание на то, что для гуманитарных дисциплин язык PITON используется главным образом как связующее звено для множества других пакетов. Например, система на базе языка PITON широко применяется в библиотечном деле, широко применяется ну, соответственно, система полнотекстового поиска, это понятно, это в первую очередь та же система антиглогиата и же с ними. Также база данных могут применяться в работах по историографии, но к сожалению, в отличие от технических дисциплин, работа в гуманитарных дисциплинах, ну, а может это и к счастью, я не знаю, она не имеет общих правил. Поэтому я был вынужден ограничиться в своем рассказе буквально несколькими словами на эту тему, но если кого-то интересует этот вопрос более подробно, то я могу здесь предложить вот что, я могу предложить поговорить на эту тему индивидуально, и тогда я индивидуально смогу сказать что-то более конкретное с учетом вашей специфики. Вот. Ну, на этом я, наверное, основную часть рассказа закончу. Если есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Господа, единственное, что, пожалуйста, если есть вопросы, пишите их в чат. Микрофон я включу, но вряд ли я услышу, что вы говорите. Твой почтовый адрес сейчас напишу, вот, чтобы всем это было видно. Меня зовут, извините, у меня спирос, я забыл представиться. Меня зовут Перлин Владислав Абрамович. И вот мой адрес. Поэтому, если будут появляться какие-то вопросы, то, пожалуйста, милости прошу, пишите мне на почту, я постараюсь разобраться. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.